Начнем со сводки ДТП. Накануне в Улан-Удэ сбили подростка. 65-летняя женщина за рулем Toyota Prius на зебре наехала на 17-летнюю девушку. С травмами различной степени тяжести ее доставили в больницу. Всего за сутки в Бурятии случилось 28 аварий. В Улан-Удэ 18 дней боролись за жизнь ребенка. У полуторагодовалого малыша диагностировали гемофильную инфекцию, гнойный менингит тяжелой степени и несколько других вирусных инфекций. Родители обратились только на третьи сутки от начала заболевания. Мальчик поступил в больницу в состоянии шока. У него развились сепсис, отек мозга и пневмония. Ребенка срочно госпитализировали в отделении реанимации. Взяли на аппарат искусственной вентиляции легких. Благодаря слаженной работе с коллегами из ДРКБ врачи добились положительного результата в лечении очень сложного клинического случая заболевания. Сейчас ребенка выписали в реабилитационный центр по месту жительства. В Бурятии начал действовать закон об эвтаназии бездомных собак. В фонде помощи животным собака счастья рассказали. В приюте Ананда усыпили 18 собак. В управлении ветеринарии информацию еще не прокомментировали. Сейчас волонтеры ищут хозяев для своих подопечных. Узнать всю подробную информацию можно на официальной странице фонда во Вконтакте. Теплый павильон в парке Юбилейный демонтировали. Напомним, его установили всего два месяца назад. Еще тогда улан-уденцы пророчили. Долго он не простоит. Сначала из павильона пропало зарядное устройство. А позже неизвестные испортили лавочку и разбросали мусор. Дирекции по паркам рассказали. В дальнейшем павильон эксплуатировать не предполагали. Однако каркас будут использовать на других мероприятиях. В Госдуме предложили россиянам самим убирать улицы. Таким образом, запрет комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева хочет решить проблему нехватки дворников. Кроме этого, она предложила предоставлять работникам жилье и повысить им зарплаты. По ее мнению, в период активных снегопадов горожане могут брать лопаты в руки и помогать. В России могут появиться полки с бесплатными продуктами. Такое предложение внесли в Госдуму справедливой росы. Товары с истекающим сроком годности будут доступны для пенсионеров и социально незащищенных граждан. Решение связали с проблемой количества пищевых отходов. Ежегодный их объем составляет 17 миллионов тонн.